Приветствую вас! Вы не написали, сколько вам лет, сколько лет вашему сыну. Вы не написали того, в каком момент вы чувствуете себя вот таким образом, как вы сказали. Вы не написали также, как давно вы являетесь с матерью-одиночкой, почему вы расстались со своим мужем, с отцом-ребенком и как вы это восприняли. Вот эти моменты на самом деле являются ключевыми в работе с вами, потому что без них, без этих ключевых аспектов даже нельзя понять, что именно у вас происходит. Ну, по крайней мере, вот как психолог, я могу не столько гадать, что у вас сейчас в состоянии. Правда ли вы, там, как вы говорите, псих, или все-таки это у вас травма из-за того, что мужчина вас бросил, что, кстати, является нормальным, то есть нормально чувствовать себя так после того, как мужчина вас бросил. Не более, если это мужчина, да, отец вашего ребенка. Вот. Как же я могу понять, почему вы себя так чувствуете? Вы себя так, по той причине, что вам кажется, что вы, например, больше никого не встретите, что мужчины у вас не будет. Вот. И, собственно, эта мысль не дает вам покоя. То есть у вас определенные есть проблемы с уверенностью в себе, проблемы с самооценкой, проблемы с потребностями. То есть вот, если вы говорите, что вы истеричка, то, соответственно, речь идет именно о том, что истероид – это тот, кто нуждается во внимании, причем болезненно нуждается во внимании. Соответственно, нужно разобраться с тем, чем вы не уверены в себе, почему вы не уверены в себе, и формировать для вас соответствующие цели, на основании которых будут сформированы задачи, которые вы, значит, которые вы, выполняя, будете добиваться того, что исправите то, что у вас сейчас есть. Еще раз повторю, без важного желания работать над своей проблемой и при отсутствии у вас психиатрического диагноза нельзя гарантировать вам, что вам помогут это исправить. Именно помогут не исправить за вас, а помогут исправить. Это вот немножко разные вещи. Я думаю, что вам нужно прояснить эти аспекты. Я думаю, что вам нужно как следует подумать об этом, об этих аспектах и подумать о своем ребенке, подумать о том, что ребенок страдает от того, что вы вот так себя ведете. Ребенок страдает от того, что ребенок страдает от того, что он не понимает причин поведения своей мамы и, соответственно, ему наносится травма. Это вы вот правильно идентифицированы. Соответственно, давайте со всем этим побывать. Может быть, вам стоит пройти медицинское обследование. Ну а если нет желания приходить медицинское обследование, то быстрее в плане процесса, дешевле в плане средств будет поработать с психологами на нашем ресурсе, выбрать которого вы можете и пройти с ним консультации. Консультации хотя бы для того, чтобы первоначально понять, что именно с вами, с чем работа. А далее, опять же, терапия, терапия, терапия у психологов. Еще раз повторю, если у вас нет диагностированного психического заболевания или психолог не выявит отклонения, которые позволят ему думать, что у вас оно имеется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи! Продолжение следует...